Инцидент произошел в одном из дворов по улице Клочковской около двух часов дня. Мусоровоз пытался выехать со двора на проезжую часть, как внезапно провалился асфальт, и переднее колесо машины ушло под землю. Очевидцы рассказывают, накануне на этом участке как раз прорвало воду, и по всей видимости, дорога просто не выдержала веса ехавшего по ней мусоровоза. И она когда развернулась, ехала обратно, вот и попала в яму. – Как часто вода у вас здесь течет? – Часто, каждый месяц. – Ежемесячно? – Ежемесячно, да. И течет по три-четыре дня, а то и три недели текла. Не могли ехать. Оказавшись в ловушке, мусоровоз простоял более двух часов, рассказывают жильцы. На подмогу водителю приехал кран и еще один автомобиль – мусоровоз. Уже через час машину все-таки вытащили. На место прибыли и работники КП «Харьков-Водоканал». И хотя устранить эту течь, они обещают в ближайшее время, жильцы уверяют – на этом участке вода бьет гейзерами уже лет 10. – Жители сразу, тут бабушки, дедушки на контроль, они сразу звонят в жилком сервис, в водоканал. Но реакция какая-то… Обычно приезжают… Тут настолько привыкли к этому, что приезжают уже не торопясь. Потому что разветвитель водопроводной системы здесь в ужасающем состоянии. Раскапывают чуть ли не два раза в месяц. Я не понимаю, зачем переложили асфальт заново, для того, чтобы его два раза в месяц сломать, забивать деревянный чопик и закапывать обратно, и укладывать новый асфальт. Регулярно вода течет, в год раза четыре – это как минимум, а то и чаще. Зачастую приезжают коммунальщики, ну, где-то могут через дня два приехать, а могут и через две недели приехать. То есть приехали, что-то сделали, непонятно что, и закопали обратно. То ли чопик забили, то ли что, непонятно. Я спрашивал, когда асфальт вложили, почему все-таки не поменяли коммуникации, говорят, это не наша парафия, поэтому даже не знаю, что сказать. Ближе к вечеру всю воду откачали, сейчас ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия. А на вопрос, заменят ли здесь водопроводные коммуникации, в прислужбе Харьковводоканала новостям ОТН не ответили. Инна Степанишина, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.